МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выпало из окна шестого этажа. В Нижнекамске обвиняют в умышленном убийстве сожительницы. Затруднено движение пешеходов и автомобилей. И в обед работаем. Вот такой снег-то. В Нижнекамске продолжают бороться с последствиями сильных снегопадов. Подари тепло героям. Акция по сбору средств на амуницию для бойцов СВО в самом разгаре. В подвале лужи и нечистоты. На прямой идет шквал воды с дерьмом. Не первый месяц жителей дома в поселке строителей мучают канализационные проблемы. Студенческий десант. Было интересно узнать, как проходят экзамены. Будущие пожарные и кинологи посетили с экскурсией Нижнекамский отдел ГИБДД. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Об этом и не только прямо сейчас. В прямом эфире Нижнекамские новости в студии Вера Вирц. Здравствуйте. Запутанную историю рассматривают в городском суде. На скамье подсудимых 34-летний нижнекамец. Его обвиняют в умышленном убийстве своей сожительницы. Происшествие случилось на проспекте строителей в августе прошлого года. Из окна шестого этажа выпала 36-летняя женщина. Обвиняемый по делу уверяет, что это был несчастный случай. Подробности истории в материале Веры Муратовой. Что-то моральный образ жизни, что такое? Распитие напитков, те отношения, с которыми у нее были. Характеристику погибшей дает родная сестра. Говорит, что она дружила с зеленым змеем. Родственница общалась в последний раз за два дня до рокового события. Сестра делилась планами. Говорила, что собирается делать с возлюбленным ремонт на кухне. И тут такая новость. Видел я по видео, что ее выкинули с окна. В случае признания подсудимого виновного в совершении данного преступления, как вы считаете, должен ли он понести наказание за соперниками? Если так, то какое-то строго и нестрого, либо на усмотрение суда? Да, должен, конечно, понести, если он виновен. На усмотрение суда. Вот то самое видео. На кадрах видно, что женщина свисает из окна, и кто-то мертвой хваткой удерживает ее за ногу. Борьба за жизнь продолжается несколько минут. Ей удается ухватиться рукой за того, кто ее держит. Но заканчивается все трагично. Женщина срывается и падает с шестого этажа на землю. Случай произошел на проспекте строителей 23 августа прошлого года. На этих кадрах сидит молодой человек, который в итоге и окажется на скамье подсудимых. Вину предъявленного обвинения по статье 105-й части 1-го вы не признаете? Ваша честь, нет, конечно. Вы считаете, что в вашем действии иной состав преступления, либо вы его совсем не признаете? Ваша честь, я не признаю то, что... Ну, вот это сказка, я не знаю, как это сказать, но... Я, наоборот, пытался спасти человека, Ваша честь. То есть вы считаете, что в вашем действии вообще никакого? Вообще никакого, нет, конечно. По версии обвиняемого, все произошло нелепо. В тот день они распивали с погибшей спиртное. У его возлюбленной была дурная привычка. Она любила курить, сидя на подоконнике. Вот и тогда 36-летняя нижниканка уселась у открытого окна. В какой-то момент подсудимый увидел, что она начинает заваливаться и падать. Он скачал с дивана и успел ухватиться за ногу, но не удержал. Я понимаю, я не смогу ее заточить. Попытки были, я представляю, я ее поднял обратно. То есть давая рука, она не может свою толщу поднять. У нас там расстояние, сантиметров 10, наверное, оставаться. Утрого-котого. И все, я вот вижу, что прохожие идет. Я начинаю кричать, я вижу, помогите, дверь открыта. Я не смогу, я не удержу. Еще и ключом вывихнутый. Лили останавливается, достает телефон, и начинает это все снимать. Еще дождь моросящий проходил. Все скользко, все скользкие. Ну, сколько мог, я вот лежал, и видит, Бог приходится. До последнего момента. Но по результатам многочисленных экспертиз следствие сделал другие выводы. В квартире были обнаружены следы крови потерпевшей. Поломный столик свидетельствовал о том, что между погибшей и 34-летним подсудимым могла быть борьба. Но мужчина утверждение следствия отрицает. Говорит, что любил женщину и ни за что не убил бы ее. В ходе заседания он принес искренние извинения сестре. Заседание было отложено на 21 февраля. Как пояснили родственники, в этот день они снова придут в зал заседания большой армии, чтобы поддержать своего родного человека. Также в этот день намечены такие процедуры, как прения сторон, а уже после будет вынесен сам приговор. Напомним, что сам 34-летний нижнекамец вину свою полностью отрицает и не согласен с той статьей, которую ему вменяют. Вера Муратова, Александр Лихачев, Новости НТР. Пенсионерка из Нижнекамска планировала построить домик в деревне, но отдала почти 5,5 миллионов рублей мошенникам. В начале января женщина увидела в интернете рекламу о международной брокерской бирже, где обещали увеличение дохода без значительных вложений. Женщина оставила заявку и через три дня ей позвонили. Нижнекамку убедили, что вложения все-таки нужны. И она в течение двух недель вкладывала деньги и видела, как на брокерском счете растет доход. Но когда потерпевшая решила вывести деньги, оказалось, что надо оплатить различного рода налоги и пошлины. Она это сделала, заняв деньги у сестры. После этого пенсионерка поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело. Сугробы, колея, снежная каша в Нижнекамске продолжают бороться с последствиями сильных снегопадов. За прошедшие сутки было вывезено почти 5000 кубометров снега. Несмотря на труды коммунальных служб, его в городе еще очень много. Пешеходам с трудом удается пройти по тротуарам, а водители ежедневно мучаются во дворах, пытаясь выехать или припарковать машину. У дворников сейчас горячая пора. Работы, как говорится, непочатый край. Но за одну смену женщинам тяжело справиться с таким объемом снега. Ладно, хоть помогают другие работники домоуправления и жильцы домов, рассказывает эта женщина. И вот так вот с шести утра это... Да, и без обеда бывает. Не только до трех, и больше. И в обед работаем. Вот такой снег-то так. Магистральные дороги очистили в первую очередь. Сейчас проезжать на машинах стало гораздо легче, нежели пару дней назад. Но вот на внутриквартальных и во дворах ситуация остается плачевной. Высокая колея не дает спокойно разъехаться машинам. Сугробы мешают парковаться. Невозможно проехать по дворам. Во многих дворах даже не вступало нога дворников. Ездить невозможно. Я сегодня потратила, наверное, час стояла в пробках, потому что нечищенные дороги. И колея еще, наверное, да? Колея невозможная. Это вот здесь еще более-менее наезженная дорога, а во дворе. Все машины едут пузом. Не то, что очень плохо. Их вообще не чистят. Их вообще не чистят. Хуже, чем в колхозах. В колхозах, наверное, лучше. Позавчера это было вообще ужасно. Четыре раза откапывался. И тем не менее, работа у коммунальных служб сейчас напряженная. Борьбу со снегом ведут и днем, и ночью. За прошедшие сутки было вывезено почти 5000 кубометров снега. Во дворах работают 65 единиц спецтехники управляющих компаний. МОП КПБ выходит в день порядка 40 единиц техники. В ночь стараемся выводить тоже около 30 единиц техники. Люди работают по 11 часов. Но по приоритетам, как уже ранее говорили, это у нас маршруты движения общественного транспорта. Это остановочные площадки, сноездные карманы. Прочищаем основные магистрали. Далее будем чистить дороги дублеры, а также в приоритете социально значимые объекты. Трудности в очистке дворов и дорог дублеров происходят еще и по причине того, что люди бросают свои машины на несколько дней. В результате проехать там крупногабаритная техника не может. Есть большая вероятность задеть чей-нибудь автомобиль. Механизатор будет гораздо проще почистить, чем объезжать машины. И также на дорогах дублеров. Если во дворах парковочные карманы у кого-то не почищены, и люди оставляют на дорогах дублерах, то тоже грейдер, ну и физически просто невозможно проехать. Поэтому просьба, где прочистку произвели, машины ставить на те места. Полностью привести город в порядок коммунальные службы планируют в течение недели. Светлана Шумкова, Максим Липин. Новости НТР. Раиса Торстана Рустам Миниханов подарил Нижниканску универсальную погрузочно-уборочную машину. Торжественное вручение состоялось накануне на площадке Казани-экспо. Муниципальным районам были вручены автогрейдеры, мини-погрузчики, фронтальные погрузчики и экскаваторы-погрузчики. Было отмечено, что существующая база специальной коммунальной техники в районах сильно изношена и требует больших средств на содержание и ремонт. Я напоминаю, что медиахолдинг НТР-24 есть во всех социальных сетях. Выпуск новостей в прямом эфире можно смотреть и в нашем телеграм-канале НТР-24.ру. Он, как и на телеэкранах, начинается в 19.00. Там же ведется круглосуточное обещание телеканала Татарстан-24. Акция «Подарим тепло героям Нижнекамска» в самом разгаре. К ней уже подключились многие жители района. Совет ветеранов и пожилые граждане собирают средства в Доме дружбы народов. Деньги, на которые будут закуплены комплекты для бойцов, можно принести также в пункт по адресу Химиков 72-Б. К доброму делу уже подключился и депутат Государственной Думы Олег Морозов. Пусть скорее к победе возвращается. Именно с такими добрыми мыслями нижнекамцы в режиме нон-стоп пополняют копилку. У бойцов на ИСВО большая армия в тылу. Люди в едином порыве делают все для фронта, все для победы. Вот и Сейма Сабитова не осталась в стороне. Ну, хоть какая-то помощь, чтобы люди совместно как-то могли купить или приобрести все, что нужно нашим воинам. Это было бы большим подарком именно от имени населения города Нижнекамска нашим ребятам. Подарить тепло героям Нижнекамска такую акцию запустил глава района Рамиль Мулин. Нижнекамцы единой волной подключились к сбору средств. На прошлой неделе из этого кубка в пункте сбора на химиков 72Б уже перечислили на благотворительный счет 117 тысяч рублей. Деньги пойдут на закупку комплектов для бойцов. Их планируют вручить защитникам 23 февраля. В индивидуальном мешке, в вещмешке будет, получается, нательное белье, наколенники, которые ребятам нужны, балаклава. Будет тактическая аптечка, будут тактические перчатки. И еще некие предметы, которые именно ребята заявляли, что им пригодится внести службу. Ну и, конечно, частичка нашего тепла. На сегодняшний день активно к этой акции подключились и мал, и стар, как говорят. Да, маленькие наши детки, наши юные нижнекамцы пишут письма, делают своими руками открытки, рисунки. Специально военная операция объединила нижнекамцев. И еще раз показала, что когда мы вместе, мы настоящая сила. И важный, надежный тыл наших ребят. Акция объединила всех. Совет ветеранов тоже ведет сбор средств. Принял участие и подарил тепло героям. Также депутат Государственной Думы Олег Морозов. Он перечислил 200 тысяч рублей. На эти деньги было закуплено 15 комплектов. Они на передовой. Поэтому каждый из нас обязан подставить плечо, оказать посильную помощь, знак внимания. И я очень тронут тем, что вот эти посылки, эти комплекты, это то, что идет от их запроса. То, что уже проверено временем. И каждый такой комплект, как мне кажется, будет точно нужен, полезен каждому нашему бойцу. Выходцу из Нижнекамска и Нижнекамского района. И это далеко не вся помощь. Сегодня в пункт сбора на химиков 72Б привезли целую партию окопных свеч. Делают их жители села Трудовой. Там, так сказать, организован цех по производству. Сельчане уже изготовили более двух тысяч свечей. Каждый считает, что это наше минимальное, то, что мы можем сделать. Потому что мы видим, как приходят ребята оттуда. То, что отдают свое здоровье, отдают свою жизнь. И я считаю, что это долг каждого человека. Наверное, даже не долг, это обязанность каждого человека, что он должен что-то сделать для того, что сегодня над нами мирное небо. Помимо этого, волонтеры района изготавливают маскировочные сети, сухие души, вяжут носки и так далее. В рамках акции «Подарим тепло герою» Нижнекамска необходимо укомплектовать и закупить как минимум тысячу комплектов. Один такой вещмешок стоит 15 тысяч рублей. Вера Муратова, Рафаэль Ракипов, Новости НТР. Полгода с неприятным запахом. Жители дома в поселке строителей с самой осени вынуждены терпеть запах канализации. Пахнет в квартирах и в подъезде. Пропахла даже одежда. Дело в том, что в подвале произошло разрушение части трубы. Теперь весь смыв стекает прямо в подвал. Попытки пролезть и попасть к месту порыва трубы не увенчались успехом. Подвал этого двухэтажного дома очень тесный и с бесконечными перегородками. А вот во многих местах на полу лужи нечистот. Более или менее продвинуться вперед и снять коммунальную аварию удалось Владимиру Жданову. На видео заметно, как с трубы прямо в подвал стекают канализационные стоки. А на полу лужи и массы нечистот. В конце сверху нет трубы, которые входят в канализацию. И напрямую идет шквал воды с дерьмом. Запах через камеру, конечно, передать невозможно. Здесь же его можно почувствовать еще на подходе к дому. С ним местные жители мирятся уже с осени. И, по словам людей, привыкнуть к смраду невозможно. Рассказали о том, что порыв на канализационной трубе в их подвале происходит не в первый раз. Сначала в одном конце дома, тогда все устранили. Сейчас то же самое случилось в новом месте. И уже три недели никто ничего не исправляет. Проблема вот такая. Ее надо как-то решать. Мы же оплачиваем за услуги ЖКХ. Тем более они повышаются. Правильно? Они повышаются. Но и услуги должны оказывать. Соответствующие оплате. По словам Владимира Жданова, виноваты подрядчики, которые проводили капитальный ремонт коммуникации. После них и начались проблемы с канализацией. Надо им или найти тех, кто это делал, а где их теперь найдешь. Это прошло года четыре. А вот в управляющей компании «Жилье», которая обслуживает данный адрес, считают, что ответственность в этой ситуации лежит на жителях дома. Многие жители не по назначению используют канализацию в доме. Такие нарушения приводят к засорам и затоплениям в технических помещениях. Например, дом по адресу Романтиков 66. С силами сотрудников управляющей компании неоднократно прочищался канализационный выпуск до колодца. Также с управляющей компанией нам сообщили, что сегодня на место выехала бригада рабочих, и сейчас ведутся работы по сушке и хлорированию подвала. Заверили нас и в том, что был проведен монтаж недостающей части трубы. Алмаз Кашаев, Рафаэль Ракипов, Новости НТР. Одна из жилищных управляющих компаний в Нижнекамске не заплатила индивидуальному предпринимателю за работу, поэтому ему пришлось обращаться в суд. Два года коммерсант оказывал различные услуги, однако заказчик не доплатил подрядчику, и бизнесмен обратился в арбитражный суд, который встал на его сторону и взыскал 3 миллиона 6 тысяч рублей. Правда, исполнять решение суда коммунальщики категорически отказывались. Тогда пристав добавил к сумме еще 245 тысяч рублей сборов и предупредил о других возможных мерах принудительного взыскания. Лишь тогда директор компании погасил долг. Если у вас есть важная или интересная информация, ждем ваших звонков на номер 40 0770. Напишите нам через сайт ntrdefis24.ru или по WhatsApp на номер 8 917 93 73 077. В Татарстане проходит конкурс «А у нас во дворе». Он был инициирован информагентством «Татаринформ» при поддержке Общественной палаты республики. В конкурсе принимают участие 40 дворов со всего Татарстана. Из них в голосование за лучший зимний двор попали 3 нижнекамских двора. Под девятым номером расположился двор у дома номер 11 по улице Кайманово. Там горожане своими силами организовали елочный мини-городок с гирляндами, украшениями и ледяной горкой. Двор жителя села Большой Афанасово Ильхам Абадамшина стал номером 26 в списке для голосования. Мужчина лепит фигуры из снега и обычно посвящает композиции наступающему году. Но в этот раз помимо Деда Мороза, Северного Оленя и Дракона он создал снежную фигуру солдата, обнимающего девушку, которая посвящена военным несущим службу в зоне специальной военной операции. Под номером 36 расположился двор дома номер 64 по проспекту Химиков. Местные жители в этом году первыми украсили елку в своем дворе. Голосование и полное описание всех работ участников опубликовано на сайте Татаринформ. Оно продлится до 26 января включительно. Голосование среди 10 финалистов будет организовано на сайте и в телеграм-канале Татаринформ с 27 по 29 января включительно. Победителями станут лишь три двора. Их ждут денежные призы. Как выглядит патрульная машина, чем оборудована и как сдают экзамены на права. Будущие пожарные кинологи посетили с экскурсией Нижнекамский отдел ГИБДД. Ребята стали участниками всероссийской акции «Студенческий десант», которая проводится ежегодно в преддверии Дня студенчества. О том, как все прошло, в сюжете Алмаза Кашаева. Сигнал, который знаком всем водителям. Патрульный автомобиль инспектора ДПС на короткое время стал инвентарем для проведения урока. Сотрудники госавтоинспекции у нас несут службу в любую погоду. На улице холодно, да, жарко, дождь, снег. В любую погоду, в любых погодных условиях работаем. Рация, специальный планшет, громкоговорители – это лишь часть оснащения патрульного автомобиля. В багажнике оказалось еще больше интересного. При себе у инспекторов обязательно должен быть полный медицинский набор, с каким ездят фельдшеры скорой помощи. Предложили студентам и примерить каску и бронежилет. В принципе, не тяжело так-то. Ну, килограмм 20 весит на минуту. Уже в здании ГИВДД первым делом ребятам показали экзаменационный отдел. Место, где люди сначала сдают на права, а затем уже тут же их получают. Эта часть экскурсии ребят заинтересовала больше всего, учитывая, что многим скоро предстоит здесь оказаться. Без наставления от инспекторов тоже не обошлось. Справ ездить нельзя. Пожалуйста, это запомните и на всю жизнь делайте выводы. Наказание очень-очень суровое. Суровое и справедливое. Для меня полочек. Сегодня в гостях у автоинспекции студенты финансово-юридического колледжа, будущие кинологи и пожарные, учащиеся первого курса. Было интересно узнать, как проходят экзамены по сдаче на вождение. Было интересно узнать то, как фоткают, то, как вообще проходит экзамен, на чем он проходит, какие правила сдачи экзамена были. Лучше ходить на экскурсию, познавать очень много нового про свою профессию, чем просто писать. Экскурсия проходит в рамках всероссийской акции «Студенческий десант». Она проводится ежегодно в преддверии Дня студенчества. За несколько дней издания ГИБДД посетят больше сотни учащихся нижнекамских СУЗов и ВУЗов. Очень важно уже сейчас студентам объяснять правила безопасного поведения на дорогах, чтобы потом, уже получив водительское удостоверение, став самостоятельными водителями, они применяли полученные знания на практике. Экскурсии для студентов города будут проходить вплоть до 25 января. В этот день учащиеся средних и высших учебных заведений отметят свой праздник, Татьянин День или День студенчества. Алмас Кашаев, Рафаэр Акипов, Новости НТР. Зима не блещет постоянством погоды. Сегодня может быть минус 5, а завтра 20 ниже нуля. Вопрос, что надеть, частично отпадает, если в вашем гардеробе появится шубка из Пятигорска. Ведь изделия из натурального меха согревают в крепкие морозы и не дадут перегреться в теплую погоду. Ярмарка шуб будет работать с 27 по 30 января. В Нижнекамск из Пятигорска привозят самые популярные модели норковых и мутоновых шуб. Изделия из бобра, каракуля и астрогана. Те, что пользуются большим спросом. Качество изделия гарантирует, что новая шубка или дубленка будет радовать вас не один сезон. Приятно удивят не только цены, но и выгодные акции. Например, при покупке норковой шубы, норковая шапка в подарок. Ассортимент у нас очень большой. У нас норка, бобер, керли, астроганы. Еще есть у нас рекс-кролик. Очень хороший ассортимент, фабричный. У нас акция есть, а мы старые шубы принимаем от 15 до 30 тысяч рублей. Здесь вы найдете облегченные, но теплые модели стильных шуб и дубленок. Как для молодежи, так и для дам солидного возраста. Шуба очень красивая, очень добротная. Вот распродажа идет. Приходите, смотрите, выбирайте, что понравится, берите. Ярмарка шуб из Пятигорска находится в торговом центре «Барс-3». На первом этаже работает с 9 утра до 18 часов вечера. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Далее информация о погоде от синоптиков. Я же с вами прощаюсь. Будьте здоровы, берегите себя. В среду 24 января в Нижнекамске синоптики прогнозируют пасмурную погоду и небольшой снег. Температура воздуха днем составит минус 10 градусов. Ветер южный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. В четверг погода останется без существенных изменений. Ветер южный до 4 метров в секунду.